Девушки отдыхают Волнуется парень Целая страна на него свалилась Так радоваться надо На три поколения вперед в жизнь удалась Так он же честный А-а-а, это проблема Хочет служить стране Сделать ее лучше Реформатор Это приговор А чего он, собственно, поменять хочет? Какой строй у них? Демократия Ну, так говорят Демократии А что он хочет? Анархию? Централизацию? Централизацию А-а-а, федерализацию Да что ж ты делаешь? Ты что, пустя Если что, и менять только на самодержавие Царь Алла-Бородько О, видишь, ему тоже нравится Я не знаю Сам подумал Царь же сам у себя воровать не будет А эти приходят Воруют, уходят Следующие приходят, да воруют Калифы на час Так и что, сейчас народу плохо живется Да ты что? Они первое место в мире занимают по производству масла Оливка была Подсолнечная О, есть такое? Да Третье место в мире по производству хлеба Да А там делают Самолеты Комбайны Машины Машины Трактора А трактора, да Хорошо Зачем им что-то менять? Они же как в раю живут Страна на грани дефолта Я ничего не понимаю, как это? Куда все девается? Воруют Воруют О, воруют Понял? Тогда надо что-то делать Все воруют Воруют что-то менять Так он же и хочет менять Да, дела Слушай Слушай, Блутар Это же Украина Ну Центр Европы Ну Я знаю, что нужно делать Гениально Вася, вставай Вася Вася Вставай Вася Вставай Вася Вставай Вставай Я люблю свою страну Люблю свою жену Люблю свою собаку Я всего на свете член Почти что супермен Но редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор Слуга народа У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики Браво Персональный самолет Мне выделил народ А что имею право На животу Вот тут Набью тату Слуга народа Ой, извините Доброе утро, дядя Вась Ванна в твоем полном распоряжении Спасибо А рубашка? А вот еще рубашки, бабуль Доброе утро, сыночек Я не знаю, какую ты наденешь Глажу все Спасибо большое А как же твои больные? Я тебя умоляю От неволгии Еще никто не умирал Вася Ты решила однотонную? Мне все равно Спасибо Не знала, какие ты захочешь Почистила все Спасибо Бар, у тебя тут сейчас кофа остынет Спасибо, баба Может, ты хочешь чаю? Я свежего заварил Нет Я думал, у нищих прислуги нет Ну, как говорится Украшение життя уже сегодня Я открою Я открою Я сам В состоянии открыть дверь Охо-хо-хо Здесь живет девочка Наташа У которой вчера было день рождения Привет, сестренка Привет, сестренка Что ты нудный такой Подыграть нельзя Подержи Так, значит, дуй вниз Я там в подъезде два ящика с клубника оставила Я схожу Покухай, ма Отпусть этот охламон Полезный для себя Дай, дуй А то собрал клубнику Давай сюда Па, здорово А что у нас там полный двор Каких-то людей скромных Все в черном? Что, помер кто? Светуля, а что у тебя с телефоном? Мы тебе звонили Ну что у меня с телефоном? Ну, заключила А что вы мне звонили? Соскучились? Дося, а ты новости не смотрела? Ма, у нас одна новость Вика из-за своей беременной От машиниста Мамуля Доча Ой, мой Мой, мое винение Горох Смотрите, кто к нам пришел У кого вчера был день рождения Я тебе-то хотела Этого диска купить Так его нигде нет Оказывается, это Галина Чьюща Все страна Что ты тут стоишь Я тебе сказала Клубнику Сопрут Вот что не ясно Добрый ранок Добрый Якуя И да побачь Нет, да побачь Да, да, да Все, все, все Доброе утро Это, я так понял, ваше Давайте Пожалуйста Господин президент Лимузин уже ждет Так что, если вы готовы Мы можем ехать Спасибо Спасибо, Евгений Иванович Ну, вы ей все объясните Потом Нам пора До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, Василий Петрович В ближайшее время Будем готовиться К инаугурации Кстати, по поводу своей речи Я вот подумал Вот этого не надо Ну, в смысле Это прекрасно, что вы об этом думаете Но у нас для всего Есть специально подготовленные люди Так что не надо Забывать голову Всякими глупостями Вы считаете Это глупость? Я имею в виду Что гарант Не должен засорять Свои бесценные мозги Всякого рода Мелочами У вас должна быть Холодная голова Чистые мозги Чистые мысли И в конце концов Чистое тело Согласны? Да, наверное Вот и прекрасно Тогда позвольте вам представить Департамент красоты и здоровья Юрий Иванович, это обязательно Ну, конечно Потому что на инаугурации Вы должны всем своим видом Показать кредитоспособность Нашего государства Хорошо Итак, Андре Парикмахер Очень приятно Василий Петрович Юлиан Визажист Василий Петрович Парикмахер Вальдемар Косметолог Марио Костюмер Стилист Извини, стилист Это Сержио Пилингмастер Пилинг что? Очистка кожи Это Розарио Архитектор Загара Очень приятно А вот это? Это фитнес-тренер Нет Это Лесик Это муза всего этого департамента У них, видите ли, без Лесика Нет вдохновения Я понимаю Василий Петрович Ваш мужественный проникновенный взгляд Говорит о том, что страна наконец-то обрела достойного правителя Федя, а ваш личный мотиватор Мотиватор? Да, он поднимал самооценку Вашему предшественнику Кстати, как у вас с этим? С чем? Самооценка А, самооценка, нормально Все, старичок В твоих услугах мы больше не нуждаемся А вот это Золотые руки Таиланда Одним словом Спина, шея, ноги и мочки ушей Мочки? Да А это массаж Ну, вам это пока не надо Ну и другие замечательные специалисты Ну что, кудесники Начнем тюнинг гаранта Через час будете чувствовать себя Как младенец За работу! Итак, объект Голобородько Василий Петрович 1978 года рождения Уроженец Киева Национальность украинец Воспитывал свой рост в простой рабочей семье Отец строитель Мама врач-невропатолог Бабушка достаточно известный в Союзе профессор Доктор исторических наук Публицист Лауреат научных премий Квартира, в которой ныне проживает семейство Получено ею за особый вклад в науку В 97-м окончил школу Золотой медалью Поступил на юридический Но вскоре забрал документы Чтобы объект поступил Отец занес декану Колым Когда объект узнал об этом Устроил грандиозный скандал И перевелся на Истфак Был старостой Потока Капитаном институтской футбольной команды Начался блестяще Был лидером студенческих акций Против доцента Хапуги Даже объявлял голодовку Спустя 12 дней доцент уволился А объект был госпитализирован с истощением Отличается стойкими морально-волевыми качествами Характер нордический, твердый, отважный Окончил вуз красным дипломом В этом же году женился на Ольге Мищенко Через год у них родился сын Дима В то лето супруги отдыхали в Бердянске К слову, за границу объект ни разу не выезжал Еще через два года супруги развелись По словам соседей, постоянно ссорились Из-за сложного финансового положения Объект квартиру оставил жене с ребенком Сам живет у родителей Последние 12 лет успешно трудится в школе Номер 521 Не замазан ни в одном скандале По словам учеников, объект просто святой Недвижимости нет, банковских счетов нет Был оформлен кредит на микроволновку С ежемесячным платежом 74 гривны В политических партиях не состоял В проплаченных митингах не участвовал Вредных привычек не имеет Василий Петрович Потрясающе выглядите На инаугурации затмите всех Даже Мишеля Бабу Ну вот такой он Василий Петрович Голобородько Голобородько Киев готується до прийому високих гостей Про свої наміри відвідати інаугурацію Голобородько заявили представники 47 країн світу В той самий час інтернет-спільнота Жваго обговорює казуси минулих Інаугурацій та гадає В якому ж вбранні з'являться перед публікою Жінки родини Голобородько Детальніше про те з кого в цьому питанні Варто брати приклад в сюжеті Оксани Швець Іконою стилю на політичному Олімпі Вважають першу леді США А гардероб Мішель Обамі завжди не перевершений Вона уміло сумішає шик та строгість Елегантність та роскіш Дотя! Может, я это надену? Божественно, ма! В этом только на концерт к Поплавскому идти Вместе пойдем Мам! У меня из нарядного только выпускное Хороший бантик Девочки, нам срочно нужен шопинг Я знаю тут одно местечко Там те же бренды, только в профиль На это все деньги нужны Спокол, а? Па! Шо? А тебе очень нужна резиновая лодка? Я на эту лодку два года копил Думав, получим на десенку поехать Ну ты шо? Хочешь, что мы своими рабоче-крестьянскими шмотками опозорили Васю? Тоже мне цаться! О, я не думал, что ты такой шубот Могли ли вы себе Папа! 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 Здравствуйте Мы были под с России Кризис среднего возраста У вас нет? А как же мессия Tunisia Внимание товарищи. Фесса Обратите свое внимание на этого милого синаваласого человека Это господин президента Вот тут он сейчас с радостью ответит на все ваши вопросы и Dios ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что, Василий Петрович, знакомьтесь, винтики государственной машины. Здрасте. Валентина Николаевна, пресс-секретарь. Очень приятно. Кирилл Иванович, департамент внешней политики. Очень приятно. Татьяна Павловна, департамент гуманитарной политики. Вот, а это Виктор Олегович, департамент внешней гуманитарной политики. Все так запутано. Вы не думали, что некоторые отделы просто нужно реформировать? Думали, еще как думали, и поэтому создали департамент реформирования. Кстати, вот его руководитель Игорь Алексеевич. Так, ну, пойдем дальше. Анна Петровна, ваш психолог. Да. А это Нина Владимировна, психолог Анны Петровны. Не удивляйтесь после всего, что слышит Анна Петровна и самой необходимой помощи. Пойдемте дальше, Василий Петрович. Андрей Георгиевич, информационный департамент. Здравствуйте. А это Гриша. Здравствуйте, Василий Петрович. Здравствуйте. Работа хирурга-лившица, правда? Он будет вместо вас открывать памятники, пить с Лукашенко и погибать от пули снайпера. Ну, я думаю, что до этого не дойдет. Анатолий Семенович, это контрольный департамент. Петр Янокентьевич, это департамент региональной политики. Это Федя. Ну, а это Карл Игнатьевич. Федя, а ты что здесь делаешь? Господин президент, совершенно очевидно, что такому альфа-руководителю, как вы, вовсе не нужен такой заурядный мотиватор, как я. Однако я уверен, что вы человек мудрый и дальновидный, и не будете разбрасываться ценными кадрами. Я вам обещаю подумать. Убери Федю. Но, господин президент! Господин президент! Господин президент, я верю, что ваше доброе сердце и незаурядный ум подскажут вам верное решение! У человека кредит в долларах зубами держится за место. Ну что, с основным кругом уже познакомились? Да, я так понимаю, мы можем продолжить подготовку к инаугурации. Конечно, но перед этим я должен познакомить вас с советниками и уполномоченными президента. Прошу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА К сожалению, здесь не все. Сейчас люди в выпуске. Ну что? Какие мысли? Да какие могут быть мысли? Этот Голобородько просто хирургин какой-то. Ему хоть край не прикладывали. Это я о том же. С ним будет очень сложный вопрос решать. Надо что-то делать. Господа, давайте не будем паниковать. Раньше все времени подождем, понаблюдаем. Пускай этот Голобородько поживет на широкую президентскую ногу. Ну а там глядишь и... Ты думаешь, он изменится? Я не думаю, я знаю. На государственный счет начинают жрать даже трезвенники и язвенники. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, ты можешь уже припарковаться хоть где-нибудь? Можешь? Что ты круги наматываешь? Ну где? Где я припаркую? Вот тут. Встань, пусть объезжают. Вот тут? Да. Опа! Да все поздно, поздно. Куда я, со своими? Кругом он шла. Припарковаться негде. А еще говорят, кризис в стране. Так, наверное, пояса все затянули, что тебя жрепнули за новыми припер. Пам! Все, мне нереально. Все, папа, знаешь что, давай высаживай, а ты себе кружись там же. Так, все, ладно, выпрыгивай. Только недолго я вас знаю. На твои пять тысяч долго не получится, не волнуйся. Так, не тормозим, за мной. А так и отставай. И кто это? Семья нового президента. Жрать охота. А вот и наш кормилец. Здравия желаю, инспектор Панько. Что ж это вы уважаем? Командир, а что такое? Я что-то нарушил? Нет. А тогда какая причина остановки? Так как же, там же знак, кирпич. Где? Там? О, командир, что-то я не заметил. Ну, я... Ничего страшного, что не заметили. Он же это... Экспериментальный он. А? Ну, повесили, чтобы понять, нужен он там или нет. И какие результаты? Теперь вот понятно, что вообще он там не нужен. Вы согласны? Согласен. Я могу идти? Летите. Спасибо. Нет, здесь, конечно, совершенно невозможная работа. Ну, ничего, мы сейчас поедем домой и будем готовиться там. Вы как, Василий Петрович, устали? Да, честно говоря, голова кроком идет. Как вы их всех запоминаете? Ну, родственники в основном. Шучу. Примыкайте, Василий Петрович. Политик за один рабочий час теряет в весе столько же, сколько молотобоев за смену. Ну, не знаю, по некоторым нашим политикам такого не скажут. Мне нравится ваше чувство юмора. Я думаю, мы это как-то используем в инаугурации. Кстати, по поводу инаугурационной речи. У меня есть одна мысль. Одна? Это очень хорошо. Так вот. Василий Петрович, ну, не сейчас. Как говорится, не лезьте поперед премьера в отставку. Прошу. Не, я с той стороны. Да ладно. И еще, если вас, конечно, это не затруднит, повлияйте как-то на ситуацию, чтобы нам обновили автопарк. Ездить совсем стало не на чем. Я обязательно все передам президенту. Да, да. И лично от меня. Попросите Василия Петровича. Пусть он как-то повлияет на этот 95-й квартал. Да. А то эти шутки про гаишника, ну, вот уже где сидят. Сделаю, что могу. Спасибо. Что могу, то сделаю. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Бери, пока даю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Может, скажешь что-то? У вас такая же темно-синего цвета. Есть? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Устали, Василий? Нет. Нравится? Очень. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ух ты, а это что, краеведческий музей? Смешно. Это ваш дом, господин президент. Правда, что? Ну, по документам не ваш, но когда-то кого остановило? Так все, приехали. Спасибо. Осторожно. Ага. Прошу вас. Это слуги, слуги народа. Здравствуйте. Здравствуйте, господин президент! Разрешите представить? Я не всех помню, но кого вспомню, того представлю. Яков, повар. Здравствуйте. Светлана, дегустатор. Да. Борислав, он дворецкий. Здравствуйте. Вот. А это Селантий, конюх. Конюх. Тихон, четвертый. Егерь. Почему четвертый? Потому что не все президенты метко стреляют. Шучу. Династия. Династия. А, вот. Михаил Юрьевич. Командир бригантины. Здравствуйте. А это Любомир, страусовет. Страусовет есть? Да. Да, конечно. Ну, он также ухаживает за носухами, утконосами, гамадрилом. А что делать? Он один, приходится экономить. Понимаю. А это вот Коля Шаман. Спасибо. Василий Петрович, у вас болят колени? У меня нет. А у вас? У меня немножко другое. Но вам еще это рано. Просто сидячая работа. Степан Садовник. Спасибо. Аксинья, посудомойка. Это Федя. Ты опять здесь. Господин президент готов послужить на благо президентской флотилии. Отныне палба вашего президентского корабля будет блестеть, как слитки в золотом валютном резерве. Слушай, я понял. Юрий Иванович, нужно уже наконец куда-нибудь Федю прис... Спасибо, господин президент. Вы снова подтвердили РНМ мудрого правителя, которого я... Я тебя уже достал, да. Василий Петрович, ну если нет особых пожеланий, я предлагаю ужинать и спать. А завтра с утра продолжим. Хорошо. До свидания. До свидания, господин президент. А что у нас завтра? Репетиция инокурация. А когда мы начнем работу? Работа не волк. Кстати, волк здесь тоже есть. Белый. Белый? Ну и серый тоже. Как в той песенке два веселых волка. А там были гости? Нет, гостей нет. Они улетели. На юг? В Ростов. В Ростов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...